Всем привет, с вами Гнат, сегодня мы поговорим о том, почему биткоин поедет в новый хэй, погнали! Итак, ребята, сегодня такой в хорошем настроении выпуск, потому что, ну действительно, биткоин пробил 15 тысяч, уже какое-то время держится, то есть, ну на этот график просто без улыбки нельзя сотреть, вот вы все видите, отлично, то есть, вот биткоин, это я специально взял недельки, и вот тут он пытался у нас прорваться, да, вот это был у нас, условно говоря, и положенный такой пробой, после этого мы скатились, долго отрывались, и сейчас вот это вот, потираешь ручки, но здесь я уже не вижу никаких абсолютно причин не доехать до этих хэй, потом все-таки нам осталось всего лишь 20%, вот если просто для сравнения, биткоин в течение месяца вырос на 28%. Понимаете, как бы, если вы вдруг думаете, да блин, 20% это еще много, но 20% это действительно уже ерунда, это как бы для такого волатильного продукта ни о чем, ну и, собственно говоря, мы сейчас вот с вами пойдем по новостям, я вам сейчас покажу на примере, почему все-таки похоже, что эта движуха именно туда катится, иначе никак. Ну, естественно, начнем с самой нашумевшей новости, я думаю, все в курсе. Пейпал, Пейпал ввел, запустил покупку и продажу биткоина для пользователей из США, увеличили там еще и лимит до 20 тысяч, потому что начался какой-то дикий спрос, но тут на самом деле новость надо немножко поглубже разобрать, во-первых, когда Пейпал добавил эту штуку, они по факту, ты крипто не имеешь, если в Пейпале покупаешь биткоин, то он у тебя есть, но ты его перевести не можешь, то есть по факту у тебя поставочный фьючерс, у тебя просто есть фьючерс, у тебя есть биткоин, а покупают они все уже отдельно, но это сделано, по сути дела, наверное, специально для того, чтобы не было этих черных биткоинов, то есть нельзя было то заводить и выводить, ты можешь внутри Пейпала это покупать, но потом они сделали, что еще можно расслабиться в 26 миллионов торговых точек, работающих с платформой, это тоже очень круто, безусловно, то есть ты вообще в Пейпале, получается, купил крипту, там вот момент интересный, я специально сохранил вот скрин с комиссиями, как вы думаете, это вообще нормальные такие комиссии, вот если 1000 долларов ты что-то покупаешь биткоина, то полтора процента, если меньше, то еще больше процента, ну полтора процента, блин, вы понимаете, и по-моему в другую сторону то же самое, ты покупаешь или продаешь биткоин, и платишь 3%, это конечно грабительство, просто по-грабительски, ужасно, но тем не менее рынок это очень здраво оценил, типа вау, Пейпал добавил, там сейчас еще Юнион добавил, тоже возможность оплаты, на самом деле тут вот Майк Ноград сразу говорит о том, что след за Пейпал криптовалютой прием ты виза или мастер-карт, ну вы прикиньте, да, виза или мастер-карт скажут, все мы, короче, принимаем крипту, все классно, все зелено, но это на самом деле очередная вот такая мощная будет новость, от которой, конечно, вся крипта и конкретно биткоин будет расти, все сейчас ровно делается под это, вот весь инфошум говорит о том, что у нас биткоин на новые хаи, на новые, ну короче, все все знают, поэтому тут, конечно, хочется, и вот как говорится, знаете, тут вот эта улыбочка, она уже дорисовывается, дорисовывается, улыбка и полетим мы скорее всего все-таки выше, по той причине, ну нету ни одной причины, зачем достигнуть нам 20 тысяч, и потом упасть, например, вниз, ну и, конечно, сейчас нету практически у скептиков биткоина никаких аргументов, кроме того, что типа, а-ля, это пирамида и прочее, если вы в любой момент времени купили, да, крипту, ну вы могли бы по 19 тысяч купить, но вы уже в сильном минусе даже не будете, ваш максимальный минус это 20%, это если вам не повезло, вы прямо вот в эти два дня попали, когда он был на исторических максимумах, но как только мы дойдем до 20 тысяч долларов, это будет тот инструмент, который, по сути дела, дает зарабатывать на протяжении 12 лет, нету точки, где ты можешь быть в минусе, ну, когда, естественно, сейчас будет на хаях, ну, это такой инструмент, я думаю, его очень легко, так сказать, продавать массам, я думаю, вы сейчас слушаете такие, блин, ну звучит здраво, типа, почему нет, если не будет момента, когда, типа, я мог потерять, вот просто за 12 лет существования крипты, не было момента, когда я мог потерять, ну, как только будет 20 тысяч, то это звучит так, что надо брать, конечно, единственная проблема, да, что 16 тысяч сейчас уже звучит страшновато, но, опять же, тут вполне вероятно, мы просто доедем до 20-ки, поедем вверх и все, и потому что продавцов нет, люди настроены, так сейчас вот будем дальше по новостям, кстати, вот S&P 500, S&P 500 у нас, как я и говорил, рубрика Гнаджи говорил, я говорил, что на выборы сильно, вот эта ситуация американских выборов, в плане того, что победа Байдена сразу никак не повлияет, тут вот рынок просто у нас отреагировал, ну, чуть подрос, то есть, он уже флетится, никаких громких заявлений пока не было, это все происходит не так быстро, то есть, не будет такого, что меняется власть, и сразу все рынки там меняются, волатильность, прочее, 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 поэтому, как я говорил, здесь никаких изменений, соответственно, отсюда пока удара жизни не стоит ждать. Итак, еще очередной громкий заголовок, биткоин без сомнения достигнет 100 или 288 тысяч в декабрю 21 года, но если это будет, то это будет прям такая жесть, это на самом деле план Бит, известный такой блогер, и он рассказывает про модель Stock to Flow, коротко, модель Stock to Flow, это суть в том, что ограниченная эмиссия, и он уменьшается, и за счет этого является спрос на продукты, прочее, то есть, если вот эта модель Stock to Flow, можете почитать в интернете, это как бы несложно. И, в общем, там вот рассказывают о том, что сейчас еще как раз такой момент, что все на биржах минимальное количество биткоинов, то есть, их прям тупо мало, забирают по 0.01 биткоины из слабых рук, тут, конечно, пишут об этом красиво, если честно, ну не влюбиться дико просто, поэтому тоже тут подвязывают все новости, можно посмотреть тоже в целом, к чему это все идет, но выглядит так действительно, выглядит, скажем так, сильно положительно. Дальше. Вот тут еще есть таких новостей, которые, как мне кажется, могут потрясти меня. Ну, Apple выросли на 100 миллиардов благодаря инвестициям биткоина, ну, типа, что если Apple туда вложится, купит хоть чуть-чуть битка, то это как бы окупится им в долг. Вы должны понимать, что очевидно, как только какой-то, так сказать, очень большой гигант индустрии, это вот, типа, опять же, PayPal принял, сейчас есть и мастер-карты Visa, то почему Apple не может купить, почему Elon Musk не может написать, ладно, все-таки биткоин неплохо. Вы же понимаете, что Elon Musk писал о том, что Dogecoin забавная монета, и она росла на 15%, то если, как бы, чем больше влиятельных и уважаемых людей будет писать про биткоин, то очевидно, что он будет расти, поэтому здесь я не понимаю, за чего это все может изменяться. Ну, тут, кстати, вот еще к таким новостям немножко дегтя, чтобы вы не думали, что мы сейчас полетим. Ну, тут как дегтя, это я по-прежнему открываю популярность биткоина. Вот, на самом деле, сейчас у нас, вот, хаи у нас были в март, когда только начался карантин, и в мае начал, так сказать, альтсезончик. И вот сейчас у нас 72, то есть, тут, на самом деле, до хаио вот этих не так много осталось по популярности от текущего момента. Но если брать, конечно же, таймфреймы не за 12 часов, а за 5 лет, то тут мы сильно будем отставать, конечно, от этого хайпа в декабре. Но не факт, что он такой вообще будет, по той причине, что даже ходят мемы, где, мол, типа, когда тогда был 15 тысяч, все с ума сходили, сейчас 16 тысяч, все такие, ну, типа, окей, посмотрю Гната, кому он, типа, что он там рассказывает, почему мы на хаи пойдем. И индекс страха, по-прежнему, он начал с 90, вот я тогда видос записывал, он еще был меняемый, если он в пол вдавите, тогда будет уже жестко. Вот уже мы неделю на уровне 88-90, это очень большое желание у людей купить, уже такой, на самом деле, вот это красный флаг, потому что, опять же, если когда вот так вот выдавливают, это, на самом деле, в принципе, это очень надо продавать, потому что одним покупателем надо об кого-то, так сказать, фиксироваться, поэтому тут будьте осторожны. И теперь еще интересного, Grayscale. Для тех, кто не знает, Grayscale – это инвестиционный фонд, значит, который специализируется, походу, на скупке битка. Это вообще, они какую-то жесть делают, они вот скупают биток просто тоннами. На этой неделе они купили, например, 15 тысяч биткоинов, это 2 тысячи в день, это, чтобы вы понимали, по 30 миллионов, то есть, они, типа, что делает владелец фонда? Позавтракал, купил на миллион, пошел, там, купил на миллион. То есть, они стабильно каждый день берут крипту, причем в больших объемах. И вот они уже за этот месяц, например, они брали 57 тысяч, всего у них в распоряжении 500 тысяч биткоинов. Всего их там 20 миллионов, это с ненамайненными, с потерянными, я считаю. А они уже 500 забрали себе. Если Grayscale угадает, то я ставлю на то, что есть возможность, что это будет самый-самый-самый разогнанный фонд в плане, то есть, самый больше у них будет денег. Потому что, если бы они там покупали, ну, сейчас, окей, это не так много звучит, у них 8, получается, миллиардов в крипте, она, например, в 3 раза умножится биткоин, ну, будет 25, это, как бы, суперрезультат. Тут вопрос, когда они будут фиксироваться. Ну, явно, что они не планируют сейчас забирать, чтобы фиксироваться по 16. Я вот в это вообще политику, типа, не верю. То есть, я думаю, что здесь, ну, по 17, 18. Явно должен быть какой-то дальнейший памп, так сказать, чтобы им можно было выйти, поэтому... Ну, эфир они, кстати, тоже смело набирают. И напомню, что эфир 2.0, вот опять же, в последнем видео про это рассказываю, балл можете посмотреть, после этого он сразу и вырос. Я прям с видоса лонг поставил, оно выросло, я там прям вот так вот радовался. Поэтому сейчас тоже, надеюсь, что вы тоже со мной радуетесь, слушаете иногда мои советы и прочее. Надеюсь, опять же, там все не улетело, а то видео выйдет, а уже там 22. Ну, так быстро не растет. Вернемся еще к PayPal, почему-то эту новость я обсудил, но не уточнил. И вот, в общем, полтора процента у нас за покупку и полтора за продажу. И, конечно, с SEO PayPal прям очень рад, что мы это сделали. И он просто понимает, сколько он денег заработает, когда хайпанет крипта, и все начнут с PayPal это все брать, рассчитываться. Но еще из хайпа такого вот этот видос попал от Binance. Ну, это действительно уже как бы будущее, тот момент, когда официальная биржа, самая большая в мире, в которой есть много представительства, делает карточки, и ты на карточке прямо с кошелька, со своего Binance по факту забирает, у тебя там BNB, наверное, какой-то платишь. Вопрос, какой там комиссия, и когда будет это в наших странах. С нетерпением жду. Думаю, будет очень интересно. И, конечно, это тоже хайп. Но, понимаете, когда все будут платить карточкой, в которой уже крипта, то есть ты вообще сберегаешь лучше все в крипте, которая не теряет ценности на протяжении всей жизни. Она, типа, растет, и ты, получается, деньги какие-то держишь, а она умножается. Ну, это, типа, просто... Очень легко, так сказать, такими вещами манипулировать сознанием, потому что ты в этот момент сидишь, ты говоришь, блин, ну это жесть. Это же крышу отрывает. Когда уже крипта, уже у нас на карточках, уже ничего не надо. Вот это, на самом деле, мы ныли, вот я в крипте уже 3,5 года, как раз зашел перед тем Bullrun, условил Bullrun, и потом мы ныли о том, что ничего не пришло, технологии и прочее. Нет, технологии, на самом деле, уже есть, ребят. Они есть точно, поэтому уже придумали и DeFi, и эфир там загрузили, и выходят высокотехнические проекты, типа, Польки. И, кстати, в ближайшее время будет очень интересное видео на эту тему. Поэтому, я думаю, что вот это все ближе, и я, говорю, очень настроен по-боевому. По поводу... А, еще раз уже про Binance заговорили. У Binance вышел очередной лаунч-пул. Тут вот можно стейкать эфир, BNB. Ну, я застейкал, но, на самом деле, выходят копейки. Вот я тут 42 эфира кинул, тут меньше, чем за сутки. Мне пришел один унфи. Я думаю, что один унфи не будет дороже доллара стоить. Так что на данный момент что-то эта идея слабенькая. В BNB там вообще еще ниже. Я тоже и BNB застейкал, который я держу под билетики. Но тут вообще пол унфи прилетело. Так что слабовасто, слабовасто. Ну и вот, к чему мы пришли, ребят. Вот эта вся история о том, что новые хаи, биткоин, будущее, возможно, происходит прямо сейчас. По-прежнему я говорю одно и то же. Инфополе наше забито абсолютно другими вещами. На биткоин смотрят, видите, только умные деньги, которые инвестиционные фонды. Кто вокруг этого, кто хочет на этом заработать. Продолжает расти. Вам решать, заходить ли в это или нет. Но карантин, поэтому, я думаю, люди ищут новую работу, подработку. И вот часто кому-то может эта крипта понравиться, кто-то будет трейдить, кто-то захочет свои сбережения как-то приумножить. А если еще и классический рынок обвалится, то есть доллар обесценится, будет сильнее, то у битка еще больше вариантов. Так что, ну как-то так. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.